Доброе утро, уважаемые коллеги. Благодарю всех, кто пришел меня послушать. Благодарю организаторов конференции за то, что они мне предоставили возможность поделиться своими впечатлениями от этой конференции. Ну и Росатом отдельно за то, что Росатом обеспечил финансовую поддержку этой поездки на конференцию. Мой доклад, как вы видите, называется «Конференция. Fusion Energy Conference 2023 года. Инженерные физические вызовы УТС». Я сегодня планирую рассказать, во-первых, о некоторых тенденциях в управляемом термоэдерной синтезе, которые мне показались значимыми и впервые зазвучавшими на этой конференции. И второе, я бы хотел рассказать о формате конференции. Потом я хотел пояснить, как закончились последние месяцы существования JETA и как начал свою работу Takamak, пришедший ему на смену GT60 Super Advanced. Немножко про уроки Этера, но тут я буду краток, потому что Камада Сан уже рассказал нам. Потом еще Леонид Николаевич Химченко сегодня будет говорить на эту тему, так что очень кратко. Ну вот новые, это высокотемпературные сверхпроводниковые магнитные системы для УТС. Ну вот они ставят вопросы, возможно ли сильное поле в реакторе. Ну и я попытаюсь вот как-то на эту тему говорить. Следующее, что на меня произвело очень сильное впечатление, это работа азиатских ученых. Вот, и я вот такое, можно сказать, громкое название придумал. Термоядерное солнце восходит на востоке, как и обычное наше солнце. Ну, собственно говоря, опыт солнца термоядерных. Но в данном случае я о научной стороне буду говорить. Ну и в конце я поделюсь некоторыми успехами в области инерциального синтеза. Ну, что касается тенденций, то я должен сказать, что на этой конференции было представлено много новых результатов, связанных с проектированием сооружения крупных сложных установок. Достигнуты рекордные выходы термоядерной энергии на установках как с магнитным удержанием, так и с инерциальным удержанием. В установках с магнитным удержанием при использовании высокотемпературных сверхпроводниковых катушек получены впечатляющие результаты по длительному... Ну, нет, это неправильно, не высокотемпературных пока. По длительному удержанию горячей плазмы. В то же время опыты уроки запуска крупных установок показывают чрезвычайно... Оп, извиняюсь. Да. Да, я прошу прощения за сбой, не на эту кнопку нажал. Значит, в то же время опыты и уроки запуска крупных установок показывают чрезвычайно высокую стоимость ошибок, допущенных при проектировании и изготовлении. Совершенно новое и неожиданное явление в работах ПТС – это фактически взрывное увеличение числа частных компаний, вовлеченных в исследование. Ну, вот об этом говорит даже то, что очень высококонкурентные два слота среди обзорных докладов были выделены для частных компаний. Раньше такого никогда не случалось. Ну, вот раньше на слуху были две компании – Три Альфа Текнолоджис, это установка с обращенным магнитным полем. И, ну, мы ее хорошо знали, она много раз звучала на этих конференциях. И вторая компания – это британская компания Токамак Эннеджи, которая занимается продвижением сферических токамаков с сильными магнитными полями. Ну, сейчас к этим двум добавилось еще до 100, говорят, 25-30, я видел, а вообще до 100 новых стартапов. Они касаются разных вещей, в том числе продолжение вот этой вот линейки в высокотемпературных сверхтокамаках, это в MIT, ну и, например, вот частотных лазеров для инерциального синтеза. Тоже вот это… Этим занимаются частные компании. Так, почему-то два раза перескочило. Ну, вот что касается формата самой конференции, то, к сожалению, была отменена секция summary, которая включала обычно 4-5 обзорных докладов по основным тематикам, представленным на конференции. Это было всегда очень хорошо, потому что на все доклады попасть не было возможности, а оценить вот что происходит в окружающем мире из этих summary всегда было очень удобно. Их отменили. Вместо этого была секция введена Pathways to Fusion. И предполагалось, что на этой секции будут в основном доклады частных компаний, которые вот видят, как быстро сделать реактор. Ожидалась живая дискуссия. Ну, в действительности этого ничего не получилось. Прозвучали довольно традиционные доклады с крупных термоэдерных центров. Ну, из Этера, из Еврофьюжена, из джапанского… Извините, из японского Quantum Science and Technology и из General Atomics. Изменился формат устных секций. Все вопросы задавались в конце секции. Ну, и предполагалось, что это вызовет стимулирование такой дискуссии. Как бы считалось, что будут заданы вопросы, которые будут одновременно относиться к двум, к трем, к четырем докладам в сессии. Но ничего этого не получилось. Таких вот глубоких вопросов было, ну, вот я запомнил два. Остальные все задавались конкретно докладчику конкретного доклада. Ну, и еще одна инновация, значит, отсутствовали печатные материалы, такие как программа конференции, книжка аннотаций. Все онлайн. Это тоже не очень удобно. Ну, это как бы такое, знаете, с этим можно жить. Ну, а я хотел вот начать с такого слайда, который я подготовил совместно с китайскими коллегами. Ну, они пропагандировали свое, а я немножко другое. Значит, на этом графике выбраны такие координаты. По оси абсцисс здесь большой радиус установок. По оси ординат здесь магнитное поле. Ну, и вот современные токамаки в основном расположены вот здесь, вплоть до джета. Вот, все вот здесь. Исключение составляют алкатер, симоты и FTU, которые, ну, немножко выбиваются из этого ареала, и они двигаются немножко в направлении более сильного магнитного поля. Вот. Ну, и вот тенденции развития от современного состояния в будущее, они состоят, ну, во-первых, в движении вдоль оси абсцисс с увеличением размеров. И это линейка от джета к этеру, который по линейному размеру вдвое больше, и к демо, который втрое больше, чем джет. Ну, вот это вот эти вот установки, которые здесь показаны. Но есть и другая тенденция. Тенденция движения наверх, по вертикали. Эта тенденция связана, естественно, с увеличением магнитного поля. Ну, вот какие-то примеры были и раньше. А сейчас это движение к промежуточным установкам TRT и DTT итальянское. Это вот здесь вот это вот DTT и вот это вот TRT. Так выглядят на общем ландшафте. Вот. Ну, а дальше SPARC и ARC. SPARC – это ближайшая установка ARC, это уже проект реактора. Ну, соответственно, с полями на оси 12 и 9 Тесла. Вот это продвижение, которое рекламируется частной компанией на основе MIT. Ну и, наконец, третья тенденция, которая явным образом наблюдалась на конференции – это увеличение длительности разрядов. Ну, здесь вот в перспективе это выглядит с переходом к магнитным системам с низкотемпературной сверхпроводимостью. Ну, это вот эта вот линейка BEST, ITER, CIFETR китайский. Ну и демо. Здесь у меня европейский демо, но, конечно, есть демо и корейский, и есть демо и японский. Вот. Дальнейший предел по магнитному полю в токамаках, он связан, естественно, с высокотемпературными сверхпроводниками, которые позволяют дойти до 12 Тесла. Ну вот, то, что нужно вообще, это сочетание этих двух тенденций, но пока, значит, этого сочетания нет. О движении вот по длительности разрядов я позже чуть-чуть расскажу. Ну и начну я, конечно, с джета. Джет закончил в конце прошлого года свое существование, и поэтому, конечно, основной разряд был с достижением значительных выходов энергии в джете. Ну вот на этом графике по оси абсцисс-время и по оси ординат мощность термоэдерной реакции. И приведены результаты старых экспериментов 97-го года. Это первая дейтериевая кампания, где была достигнута рекордная мощность 16 мегаватт, но в короткоживущем режиме. И в длительном режиме была получена, ну вот, установлен был рекорд по выделившейся энергии 22 мегаджоуля, ну при времени существования больше 4 секунд. Новая кампания отличается тем, что здесь удалось немножко продлить по времени и удалось заметно поднять мощность термоэдерной реакции. Вот обращает, да, ну я сразу же скажу, что уже после окончания конференции на дополнительной третьей дейтери-тритиевой кампании на джете был установлен абсолютный рекорд 69 мегаджоулей, но примерно в таком же сценарии. Тот же гибридный сценарий, ну вот, с обогащением третьим. Вот, ну вот обращает на себя внимание два разряда, которые вот сюда попали. Их отличие состоит в том, что, ну вот, первый, синенький такой, он получен для всех нас привычным, ну, привычным для нас соотношение количества изотопов дейтери и трити в плазме, 50 на 50. Вот, а вот красный оказался полученным в плазме существенно обогащенной тритием. Ну и вот про это я хотел рассказать чуть-чуть поподробнее, потому что здесь физика есть, и вот мне было интересно это. Здесь дело в чем, что скорость реакции на джете не максимальна. Вот если посмотреть на зависимость скорости реакции от температуры ионной компоненты, то видно, что средняя температура на джете, порядка 10 кВт, примерно порядок по скорости реакции не добирает до максимума. А максимум должен наблюдаться при 40-80 кВт емной температуры. Но если мы посмотрим заодно и на сечение термоэлемой реакции, то выяснится, что максимум сечения достигается при энергии примерно 110 кВт. А это та самая энергия инжектируемых в плазму атомов, которые используются для нагрева плазмы на джете. Вот, и вот оказывается, что это так вот здорово играет. Во всех режимах на джете вклад на тепловые компоненты от инжекционного пучка превышает вклад от тепловых ионов. Вот, это первый факт. Оп, что-то я тут не то нажал. Да, ну вот так ведет себя термоядерная мощность, если она сугубо тепловыми ионами обусловлена. С учетом пучка, если пучок имеет равное соотношение изотопов дейтерия и трития, то она повышается более чем вдвое. Вот, но оказывается, что можно достичь очень существенного эффекта, если пучок сделать чисто дейтериевым, а плазму сделать в значительной степени тритию. Вот этот результат здесь и показан. Вот так вот меняется суммарная мощность. Это расчеты, это никакие неэкспериментальные данные. Но видно вот из той картинки, которую я показал, что действительно в эксперименте это работает. Ну вот, в частности, я напомню, что оптимальный выход энергии термоядерной был получен при содержании трития в основной плазме, не в пучке, а в основной плазме 85%, и при чисто дейтериевой инжекции. Ну вот, как бы это для студентов очень полезная задачка, потому что выясняется, что оказывается совсем не оптимальное соотношение 50 на 50, как мы их учим. Вот, ну вот я вернусь, и я уже сказал, что Джет отпраздновал завершение своей карьеры, вот, а ему на смену приходит Takamak GT60 Super Advanced. Основное отличие этого Takamak в том, что у него сверхпроводящая магнитная система, и, значит, возможен длинный разряд. Но, к сожалению, магнитное поле несколько меньше, чем на Джет. Максимальное поле 2.25 Tesla, тогда как на Джете были доступны поля 3.85 Tesla. Ну и, наконец, он не рассчитан на работу с тритием. Так что в чем-то он хорош, но не во всем. Но я его по другой причине здесь привел. Вот это вот фантастическое уже, можно сказать, сооружение из будущего заработало. И основная его направленность в том, чтобы заполнить вот эту вот нишу. Значит, здесь ось ординат – это нормализованная бета, и видно, что в основном современные Takamaki существуют где-то здесь, а большие бета получаются только при очень коротких временах. А GT60 Super Advance, он предполагает, что удастся получить на довольно больших длительностях большие бета. Вот это его основное. И это проецируется на сценарий демо. То есть вот таким должен быть рабочий режим демо. Ну, правда, с большей длительностью. Так что вот это его место в общей картине. Ну, а я хотел немножко рассказать о трудностях, которые возникли при его сооружении. Значит, ну вот как ИТР, задуман был этот Takamaki в 2007 году, потом продолжалась разборка GT60 Upgrade, и с 2013 года началась сборка этого Takamaki. Она была успешно завершена в 2020 году, и начались испытания. И вот в ходе испытания обнаружилось, ну, по нашим экспериментальным представлениям, ну, совершенно ничтожное происшествие. На выходе два проводка от датчика измерения температуры соединения проводника катушки и проводника, подходящего к ней, вот на этом датчике произошел пробой. Ну, по счастью, этот пробой произошел при испытаниях, но, тем не менее, лечение как этого, так и еще 100 примерно таких вот мест, найденных на установке, заняло... Заняло два с половиной года. И это признание не мое, это признание руководителя работ. И он говорит, что нам еще повезло, что это не произошло тогда, когда установка начала работать, и туда запускались полные токи. Если бы это произошло при полном токе, то, по всей видимости, это привело бы к разрушению катушки. Но и так это вызвало два с половиной года задержки. Ну, сейчас, к времени проведения конференции, это все эти места были... Ну, не все, но те, которые нашли, были устранены. И GT60 SuperAdvance захолаживался. Но сейчас мы уже знаем, что он уже и заработал. В нем уже появилась первая плазма на настоящий момент. Так что, ну, вот свои проблемы GT60 преодолел. Итер. Ну, тут моя задача облегчается. Команда Sun уже рассказал нам очень много, поэтому я буквально очень быстро пролистну эти слайды. Отмечу только, что выступление нынешнего директора Барабаски было очень честным. Он, в общем, довольно честно рассказал о всех трудностях проекта на настоящий момент. Вот. Ну, вот примерно так же, как это сделал Команда вчера. Ну, и поделился своим анализом ситуации. Ну, кроме того, еще будет рассказывать Леонид Николаевич нам по поводу Итера. Поэтому Итер совсем кратко. Ну, троидальная катушка. Все уже сделаны и все находятся на Итере. Полоидальную катушку обещали одну доделать в 23-м, но теперь уже она будет в 24-м доделана. Половина катушек центрального соленоида сделаны. И две даже установлены. Остальные, значит, будут доделаны в ближайшее время. Три сектора из четырех, которые делает Корея, уже изготовлены. Последний завершается. Пять секторов камеры, которые делает Европа, они уже в высокой степени готовности. Креостат уже, который делают индийцы, он уже приехал на строительную площадку, на площадку Итер, и корректирующие обмотки, которые делали китайцы, они тоже уже на площадке и уже установлены. Ну, вот это вот даже не буду повторять. Я хотел показать ту картинку, которую команда не показала. Это вот трещина, которая была обнаружена на приваренных трубках, которая используется как для охлаждения, так и для прогрева разрядной камеры Итера. Ну, вот такие вот проблемы. Значит, вот все вот эти вот макароны, их надо срезать и наварить по новой. Ну, это тоже нам рассказывал команда, с чем связаны задержки, ковид, технические трудности, ошибки в изготовлении, необходимость устранения ошибок в изготовлении камеры и тепловой защиты. Ну, то, о чем он так не сказал, но то, что мы знаем, происходило, и то, что не утаило от нас Барабаски, это трудности с лицензированием деятельности Итера французским ядерным регулятором. В самом деле, работы были остановлены в явном виде решением французского регулятора. Ну, и поэтому сейчас выбран постепенно, для демонстрации безопасной работы установки. Вот, кроме того, предполагается тестирование, ну, не всех, но тех, которые можно, тероидальных и полоидальных обмоток. Ну, и, наконец, конечно, вызовет определенные задержки и переход с бериллия на вольфрам, но об этом, наверное, будет много говорить Леонид Николаевич, поэтому я... Так, что-то у меня... Ага. Ну, эту картинку тоже показывал, я только... Команда, поэтому я ее не буду особенно обсуждать. Скажу только, что сделана ставка на нагрев, на первом этапе, во всяком случае, на нагрев с помощью радиочастотных волн. Вот, ну, и запуск первого инжектора предполагается только вот на первой активной фазе ДТ-1, ну, а второй, даже на второй только будет второй инжектор. Вот, так что, ну, вот такие тут особенности есть работы, которые оказывают, окажут свое влияние на, ну, как бы на плазму, которая будет получаться. Вот, сейчас детально проработана вот эта стадия, и надо сказать, что уже здесь будет радиоактивность, будут нейтроны, потому что здесь предполагается ашмода в ДД-плазме. Вот, правда, с пониженным током и с пониженным магнитным полем, но тем не менее будет. И вот это является проявлением вот этого пошаговой демонстрации безопасности. То есть уже в первой плазме будет показано, что установка держит третий, не выпускает его никуда, и, значит, все устройства, которые предназначены для контроля работы за появлением, для контроля работы в условиях радиационной нагрузки, они, ну, как бы разработаны, и они в действии. Вот, ну, тоже не буду на этом задерживаться. Ну, этот слайд у меня тоже есть, и я тут хотел сказать, что в какой-то степени мне кажется, что правильный вот этот выбор команды Итера о том, что Итер предназначен не только для демонстрации Q10, и проведения какого-то набора экспериментов, он обязательно должен служить как, ну, как бы предшественник ДЭМа. В частности, ДЭМа нуждается в лицензировании Бланкета, и планировалось, что Итер сделает лицензирование Бланкета для ДЭМа. Но сейчас в этом возникли сомнения, поэтому, как бы, ну, спорный вопрос. Но, тем не менее, ответ Барабаски, что обе эти задачи важны, ну, и поэтому, значит, вот принято все-таки решение о переходе с Берилия на Вольфрам. Принято центральной командой, оно пока не поддержано Советом Итером. Ну, и вот урок такой, что цена ошибок при сооружении столь сложных систем недопустимо велика. И это, конечно, все проектанты этих новых систем сложных должны иметь в виду. Вот. Ну, и вот я уже упоминал кратко о том, что дают высокотемпературные технологии для УТС, и возникает вопрос, а что же дает сильное магнитное поле в реакторе? Ну, наиболее амбициозные планы здесь у вот частного предприятия, которое образовалось в MIT. Они продвигают сейчас проект Spark, который рассчитан на получение Q больше единицы, а при высоком коэффициенте превышения над скейлингом обычной L-моды, то есть при полноценном H-режиме они надеются получить Q10. Вот. И, ну вот, фактически это тот же график, но с повернутыми осями, что и я показывал, да. Но он одновременно на этом графике, вот соотношение магнитного поля и большого радиуса одновременно приведены и параметры, ну, как выглядят кривые с разными Q. Вот это Q50, это Q10, это Q1, это Q01. Ну и видно, что Spark, по представлениям его авторов, его пропагандистов, он лежит в районе Q10, то есть примерно там же, где Этер. Вот. Вот так. Все это благодаря тому, что мощность термоядерного синтеза пропорциональна магнитному полю в четвертой степени, а поле, предполагаемое на Spark, 12 Tesla. Это центральное. Ну, кроме того, они пытаются, ну, как бы, воспользоваться преимуществом того, что у них будет меньше организационных сложностей из-за того, что все делается в одной компании, порядка тысячи человек в этой компании, ну, и поэтому, как бы, устремления всех направлены на решение одной задачи. Вот. Но вот это странное заявление о том, что лицензирование возможно на современном уровне, я думаю, что лицензирование установок, которые претендуют на Q10, все-таки еще, это не вопрос настоящего времени. Ну, вот это их успехи, и, конечно, центральный их успех это демонстрация поля 20 Тесла, вот здесь вот по оси абсцисс-время в часах, да, 20, 40, 60, 80, 100, 120 часов. А здесь величина, величина тока, но на самом деле, да, вот это величина магнитного поля. Значит, вот магнитное поле было достигнуто 20 Тесла. У этого магнита, конечно, были особенности, которые ставят под вопрос это достижение, является ли оно прямой дорогой к катушкам, но, тем не менее, значит, свою роль вот этот вот эксперимент сыграл. Значит, по-прежнему эта компания пользуется поддержкой, в том числе, и департамента энергетики. Ну, вот это то, что они сделали за два с половиной года, создали такой научный городок, приготовили фундамент для установки, создали команду. И сейчас они собираются все магниты делать у себя на площадке, и на настоящий момент весь сверхпроводник уже заказан, и больше 40% уже прибыло на площадку. И начатое изготовление первых тероидальных катушек. Они делают у себя линию по изготовлению кабеля, и она сейчас тестируется. Ну, и все магниты будут тестированы при температурах и токах, которые будут использованы в спарке. Кроме того, что касается посторонних контрактов, то 60% их уже заключено, в частности, на изготовление камеры, криостата, подстанции электрической, компонентов первой стенки, ну и так далее. вот это по всей видимости криостат, вот он уже прибывает на площадку. Ну, а вот это амбициозные планы этой установки. Значит, вот в 25-м году она должна быть запущена, ну, а в ходе своей экспериментальной деятельности она должна показать Ку больше десятки. и в начале 30-х годов планируется сооружение уже реактора ARC, который должен выдать в сеть 40 мегаватт электрической мощности. Вот, ну, это все как бы планы очень амбициозные, очень хорошие, но есть и трезвый взгляд на вот эту тенденцию движения в сторону сильных магнитных полей. Ее представителем на конференции являлся Джан-Франко Федеричи, который руководит сейчас деятельностью демо по созданию, ну, европейского демо по созданию установки демо. Да, значит, ну, вот он ссылается на то, что сейчас рынок требует сильных магнитных полей и конфигурации с низким аспектным отношением, и про это он, собственно говоря, и хотел поговорить. Значит, для начала была выбрана рабочая точка европейского демо. Рабочая точка это 2 гигаватта тепловой мощности, ну, термоядерной мощности, которые должны в итоге давать полгигаватта электрической мощности, должен быть модуль бланкета, и основное, что ограничивает конструкцию, это время одного разряда 2 часа, ну, с тем, чтобы время рабочее существенно превышало время между импульсами. Значит, вот выбрано время 2 часа. При этом получилось, что величина большого радиуса около 9 метров, малый радиус около 3 метров, терридальное поле около 6 Тесла и плазменный ток 20 мегаампер, нейтронная нагрузка на стенку 1 мегаватт. Ну, и вот то, что я хотел напомнить в связи с задержками Этера в его докладе в явном виде прозвучало. Вот задержки Этера грозят тем, что он не сможет как бы принести пользу программе модуля Бланкета на демо, потому что он слишком опаздывает. И в связи с этим Eurofusion рассматривает возможность сооружения объемного источника нейтронов, тоже термоядерного источника нейтронов, ну и вот это в конце. Ну, здесь вот особенности выбора точки. Точка выбрана, ну, вот видно, что если задаться двумя часами, то приходится ограничивать мощность на уровне, электрическую мощность на уровне 500 мегаватт, вот, ну, а минимум по большому радиусу складывается вот из таких вот двух направляющих, и он находится, ну, в районе двух часов по времени, по времени выбор. Вот, ну, вот очень важный, мне кажется, слайд, он спорный, я знаю, что некоторые, в том числе инженеры, его оспоривают, но тем не менее, он был представлен на конференции и даже опубликован в Nuclear Fusion, так что, у кого есть более детальные вопросы, значит, вопрос о том, что дает сильное магнитное поле, ну, и ответ такой, что если учитывать только физику, то, конечно, сильное магнитное поле, сильное магнитное поле, увеличение до 8 Тесла, оно потенциально может позволить уменьшить размер установки, где-то до 5, да, может быть, даже до 4 метров, конечно, это здорово, но оказывается, что нельзя этим ограничиваться, и оказывается, что увеличение магнитного поля приводит к уменьшению слоя, в котором выделяется мощность, уходящая в дивертор, и если ограничиваться конкретной плотностью мощности на дивертор, дивертор, вот такого спада нет, оказывается, что приходится ограничить себя, потому что нужно именно для того, чтобы не превышать предельные нагрузки на пластины дивертора. Ну, а если еще одно учесть обстоятельства, то, что увеличение магнитного поля, даже если это увеличение на основе высокотемпературных сверхпроводников, тем не менее, оно приводит к заметному увеличению металлических каркасов. Вот что происходит при увеличении от 13 Тесла до 18. Вот в таких объемах растет каркас, который будет, механический каркас, который будет удерживать нагрузки. Ну, вот этот расчет, он учитывает, естественно, место для бланкета, место для внутренней ноги, и вот самые напряженные места это вот здесь вот на внутренней так, я понял, да, резко ускоряюсь. Ну, вот, если с учетом этого, то вообще никуда стремиться дальше 6 Тесла и не надо. Вот. Ну, вот это уже проект европейского источника нейтронов. наверное, на эту тему завтра нам Сергей Васильевич Мирнов что-то еще расскажет. Я скажу, что эти материалы есть и не буду останавливаться. Ну, вот, установка масштаба 2,5 метров на 30 мегаватт, ну, ничего особенного, ток небольшой, нагрузка на стенку полмегаватта на квадратный стенку, нейтронная нагрузка на стенку полмегаватта, и она обеспечит флюенс до 20 смещений на атом. Так, ну, вот, теперь успехи, значит, успехи китайцев. Здесь они перечислены, я не буду повторять это для экономии времени. Я покажу рекордный разряд, он не единственный, он воспроизводимый, длительностью около 400 секунд в ваш режиме, с вольфрамовым дивертором. Это было получено на токамаке ист, и вот пример такого разряда. Здесь, правда, не очень большая величина, нет, нет, здесь вполне нормальная величина бета, здесь около двойки, это меньше, чем нужно для Этера, Этер 2,5, но, тем не менее, это уже приличная величина. Видно, что температура дивертора в общем-то и не растет, что говорит о больших перспективах такого режима, ну и получен он с чисто высокочастотным нагревом, без всякой нейтральной инжекции, так что, ну вот это несомненное достижение, которое по вложенной мощности и длительности разряда существенно превосходит все имеющиеся достижения. Но есть и второе достижение, второе достижение получено при, да, я не отметил, что и тот режим, и этот режим, это полностью без ну вот так выглядят точки до сих пор. До новых, до новых. Вложил некий скейлинг, который ограничивает, ну, фактически это те же координаты, вкладываемая мощность, мощность, проходящая через крайнюю замкнутую магнитную поверхность, вот это, и длительность импульса. Ну, вот утверждение состоит в том, что большая мощность достижима только в коротких разрядах. Ну, и вот это вот скейлинг Сергея Васильевича. А вот это вот те результаты, про которые я говорил с ИСТА, они заметно превышают предсказания этого скейлинга. Ну, теперь успехи на корейском Кейстар. Буду очень краток за счет того, что они усовершенствовали качество своей магнитной системы, добавили корректирующие обмотки, им тоже удалось достигнуть довольно длительных разрядов. Значит, первое – это стационарный режим с внутренним транспортным барьером. Здесь уже ионная температура... Где она тут у меня? Да, вот ионная температура менялась от 9 до 12 килоэлектрон-вольт. Это уже вполне приличная температура. Вот как выглядит ионная температура в этом разряде. И длительность достаточно большая – 40 секунд. Вот такие достижения на сверхпроводящих азиатских токамаках. Еще один пример у меня. Да, это пояснение о том, что эффект улучшения удержания внутреннего барьера связан с тем, что ионная плотность фоновой плазмы оказалась даже с провалом. И этот провал был заполнен быстрыми частицами. То есть вот такое влияние быстрых частиц на скорость линейного роста неустойчивости. Ну и вот именно это и объясняет улучшенное удержание в этом режиме. Так. Ну это еще один демонстрирующий успехи Кореи результат с длительным удержанием плазмы с большим бета. Ну и совсем кратко я хотел сказать про одно из самых интересных, то, что здесь в меньшей степени звучало. Это про достижение scientific ignition, физического зажигания на установке НИФ при непрямом поджиге лазерной мишени. Значит, первый крупный успех состоялся в декабре 2022 года. После этого было сделано еще три точно таких же импульсов, в трех из которых достигалось превышение над... Ну вот это вот лазерная мощность, а это вот энергия, произведенная в данном импульсе. Ну и кроме того еще был и второй подход. Так что впервые практически вдвое превышен вклад от мощности лазера, ну от энергии лазера, от вложенной энергии лазера в виде выделяющейся энергии термоэлемных реакций. Ну совсем быстро пролистаю это. Значит, всего этого удалось добиться, ну, во-первых, совершенствованием вот этой вот капсулы, которая, собственно говоря, и сжимается. Сжимается она вот в такой вот... В таком вот холерауме. И совершенствование холераума тоже произошло довольно значительно. Теперь его изготавливают из алмаза, из нано-кристаллах алмаза. Вот. Правда, обогащенного... Правда, обогащенного в значительной степени вольфрамом. Но это для того, чтобы было большое Z и выделялось как можно больше мягкого рентгена. А идея состоит в том, что лазерное излучение вот через эти небольшие отверстия заводится внутрь и начинает поглощаться в стенках этого холераума. Холераум разогревается и начинает излучать рентген. И этот рентген уже облучает капсулу. Диаметр капсулы порядка двух метров. Ну и дальше совершенствование капсулы. Здесь вот разные вещи. Да, ну вот это вот то, что я рассказал словами. Это запуск пучков. Значит, в общей сложности это 192 пучка. Вот. Полная площадь – это несколько футбольных полей. Это накопители. Вот. Ну и вот это взрыв... Да. Не будем про это. Так, почему-то нет. Да, ну вот я хотел рассказать про то, что здесь влияет. Значит, в уравнение теплового баланса входит мощность альфа-частиц, радиационные потери, теплопроводность и работа сил сжатия. Вот. И если посчитать это, то оказывается, что выделяющаяся энергия связана с температурой, как Т в степени четвертой. Т в четвертой степени. Поэтому очень важно достичь вот этой высокой температуры. Вот. Ну, вот у меня был еще такой научно-популярный слайд, где показано распределение мощности. Вот это вот мощность лазера, 1,8 мегаджоуля, ну в том случае была. Вот это вот не мощность энергии, извиняюсь. Энергия, которая... Продолжение следует...